Акция протеста на границе с Польшей. Жители приграничных населённых пунктов блокировали проезд автомобилей. Они требовали отмены новых правил, которые ограничивают количество товаров, ввезённых в Украину и за границей. Все подробности в материале. Право русское, Краковец, Шегини. Половина пунктов пропуска во Львовской области на границе с Польшей заблокированы. На пикет на КПП вышли жители приграничных населённых пунктов. Возмущены новыми правилами ввоза товаров, которые начали действовать с 1 января. Начальник пункта пропуска Шегини разъясняет, сколько и на какую сумму теперь может ввозить один человек без уплаты пошлины. Для автомобилей пунктов пропуска 500 евро и 50 килограмм, но при условии, что особа перебывала за кордоном 24 часа и может ввозить в такой количестве товары один раз на 72 часа. Раньше, по старому законодательству, такое право надавалось гражданину один раз в день. Таким образом, в Украине хотят повлиять на челноков, которые ввозят в Украину продукты, бытовую химию, технику и строиматериалы якобы для собственных нужд, а затем продают без уплаты налогов. И чаще всего таким нелегальным бизнесом занимаются жители приграничных сёл. Участники акции все обвинения отвергают. Мол, покупки делают за границей, ведь там дешевле, и блокируют движение автомобилей. Непрерывно ходят по пешеходному переходу. Полицейские акции не препятствуют. На границе скапливается очередь из машин, их пропускают каждые полчаса, некоторые водители разворачиваются обратно. Тарас митингующих поддерживает сам строить дом и часто мотается за стройматериалами за границу. Будем, что-то купим, какие-то материалы, что-то там плохое, такие законы сделали. Подобная акция на пункте пропуска Ягодин в Волинской области. Если я захочу что-то купить себе дома, мне нужно сидеть 24 часа за кордоном. Если я живу за 30 км от митницы, я могу сесть, взять соседа, взять кума, заправили машину, сели, поехали за покупками. В очереди десятки фур водители нервничают за задержку грузов, их оштрафуют. Это кто я тебе виноват? Ты больше не машина, мам. Кто я тебе виноват? У меня термин, не все есть. У меня это обычно таможня сегодня. Эксперты утверждают, часть митингующих действительно контрабандисты. Разбивают серый импорт, разбивают партии фур, разбивают и переносят на территорию Украины подробными партиями. И цены сплачиваются за эту миту, нет поступлений в государственный бюджет. Продаются неразмытные товары на ядках, на мафах. И, конечно, от этого страдает социальная сфера государства. Первые акции протеста на границе продлились несколько часов. Следующие, если нововведения не будут отменены, станут уже бессрочными и в самое ближайшее время. Галина Якушкин, Юрий Голубин, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.